Центральная Азия Центральная Азия Центральная Азия Центральная Азия санкционного давления, и если помните проблемы с авиаперелетами, мы были вынуждены перенести этот форум и проводим его сейчас. Но актуальность вопросов, которые мы в начале форума два года назад обозначили, они свое значение не потеряли, наоборот, стали еще более весомыми. Сейчас долететь проще получается тем, кто собирался приехать на форум? Немножечко устаканилась история? Да, мы ожидаем наших гостей из Узбекистана, Таджикистана, Кыргызстана, Казахстана. Поэтому ворота, как говорится, воздушно открыты. И Монголии, насколько это. Да, и Монголия. Поэтому мы ждем всех наших гостей здесь, на нашей площадке, для обсуждения вот этих вопросов. Вы практически ответили на мой следующий вопрос по поводу того, что 21 сентября форум начнет с пленарного заседания. Кто будет гостями форума, кто приедет, кто примет участие, какие дискуссии ожидаются интересные по-вашему. Про дискуссии мы не говорили. Кто приедет, сейчас немножко сказали. Да, ну это форум, который проводится всеми вузами Барнаула. И каждый вуз станет площадкой для обсуждения разных аспектов международного современного, международной повестки. То есть одновременно в каждом из вузов будет проходить, да? Ну, начнется все с пленарного заседания. На базе Алтайского государственного университета выступят ведущие эксперты. Это крупнейшие ученые, политические, государственные деятели, которые обозначат, наверное, основные векторы современной международной повестки. Ну, то есть вообще форум как будет проходить? Пленарное заседание понятно, а дальше? В первый день пройдет пленарное заседание, в рамках которого выступят не только эксперты, но и состоится награждение победителей конкурса научных и общественно значимых проектов, который проводился год назад по инициативе фонда Владимира Анатольевича Шаманова «Защитники Отечества». И в рамках этого конкурса был определен целый ряд победителей. А конкурс среди кого? Среди студентов? И студентов, и преподавателей, и общественных организаций. На него было прислано несколько десятков работ, были отобраны самые лучшие. И вот в четверг, 21-го, они будут награждены ценными призами, денежными призами. И, скорее всего, вот эти проекты в дальнейшем будут реализованы в виде конкретных мероприятий. А на следующий день, 22-го сентября, форум рассредоточится по площадкам вузов. В том числе будет проводиться и на базе педагогического университета, политехнического университета. И общая такая площадка медицинского университета и Академии хозяйства будет проводиться отдельно. А то есть в пяти вузах фактически будет проходить форум. Понятно. Ну, сейчас переходим к Ирине Рудольфовне. Тема форума, я уже сказала не раз, обеспечение стабильности и безопасности в странах Центральной Азии. Алтайским вузам вообще интересна эта тема, и они работают в этом направлении? Я полагаю, что да, поскольку вопросы безопасности и устойчивого развития, в том числе устойчивого развития международных контактов, международных связей, это залог развития университета в целом. Поэтому замечательно, что все вузы откликнулись и не просто предоставили свои площадки для того, чтобы можно было обсуждать какие-либо вопросы, но и поделиться собственным опытом работы с теми государствами, которые входят в формат данной научно-практической конференции, представят результаты, возможно, очертят какие-то перспективы, предстоящие задачи, поэтому да. Но мы активно работаем, я так понимаю, педагогический вуз с Таджикистаном, а классический с Кыргызстаном или и с другими тоже странами вы сотрудничаете? Центральной Азией? Мы взаимодействуем со всеми государствами, которые входят в периметр, но всегда есть какое-то превалирующее направление, есть определенные объемы задач, они, конечно, разные. И если традиционно мы начинали работать со странами, вернее, с Казахстаном, с Республикой Казахстан, то на сегодняшний день, я бы сказала так, приоритетное направление работы в международной деятельности – это Республика Таджикистан. И это объяснимо, потому что мы являемся тем вузом, который тесно сотрудничает с системой образования Республики Таджикистан, всей системой образования, начиная от дошкольного образования и заканчивая подготовкой кадров высшей квалификации. И сердцевиной, скажем так, этого проекта, мощным таким центром являются пять российско-таджикских школ, которые были открыты в прошлом году при участии двух президентов Российской Федерации и Республики Таджикистан. И сейчас, скажем так, центр работы системы образования Республики Таджикистан сконцентрировался именно вокруг данных учебных заведений. Но мы активно работаем и с Узбекистаном, и с Туркменией, но в меньшей степени с Кыргызстаном. Ну и планируете с Афганистаном работать? Где-то в перспективе, пока, я так понимаю, налаживаем эти связи. Мы не планируем, мы уже работаем, уже проводим курсы русского языка, просветительские мероприятия. И в ближайшее время на территории Афганистана, в Кабульском университете, мы откроем, так называется, открытый центр образования. Центр, где будем продвигать русский язык и русскую культуру. Ну и в ваших университетах ведь учатся студенты из стран Центральной Азии, да? Какие образовательные программы у них востребованы? И к вам вопросы, и к вам, Иван Иванович, тоже. Конечно, учатся не столько, наверное, не только таджики. У нас есть представители всех стран Центрально-Азиатского региона, у нас есть представители Афганистана. И очень интересное сотрудничество развивается в этом направлении. Поэтому мы работаем. В этом году впервые, я, наверное, не слукавлю, если скажу, что впервые в Алтайском крае мы начали подготовку учителей русского языка международников. Мы набрали группу 25 человек бакалавриат изучения русского языка, истории, культуры и языка страны пребывания и магистрская программа 20 человек. Это как раз те студенты, которые по окончании этих программ уедут работать в Республику Таджикистан. А, это вот именно из Таджикистана, да? Да, это и из Таджикистана, и это представители Российской Федерации, которые, освоив эту программу, уедут работать в Республику Таджикистан. Ну, такие тоже желающие есть, я так понимаю. Конечно, конечно. У нас был конкурс на эту программу, поэтому мы в этом направлении работаем. И уже в ноябре-декабре текущего календарного года студенты, обучающиеся по программе магистратуры, поедут в Таджикистан на стажировку. Они будут работать и в наших российско-таджикских школах, и в таджикских школах, где преподавание ведется на русском языке и русского языка. А вы с Кыргызстаном тоже на таком же уровне сотрудничаете? Не только Кыргызстан, все центрально-азиатские страны представлены в контингенте наших студентов, обучающихся. Ну, где, наверное, львиная доля, это все-таки Казахстан составляет, но остальные страны в различной пропорции. Я бы отметил еще последние два года изменившуюся тенденцию. В университет поступают иностранцы и ребята не только из Центральной Азии, но и из других азиатских регионов. Из Восточной Азии, из Китая, например. Ну и довольно заметно мы видим в последние годы такой интерес из африканских стран. И это, кстати, тема сотрудничества российско-африканского, но в широком смысле. Мы недавно с Ириной Родольфовной эту тему обсуждали. Она станет одной из тем нашего форума. По крайней мере, эксперты, которые к нам приезжают, представители академических структур Института Африки, Российская Академия Наук, вот они обозначат вот этот новый вектор международного сотрудничества. Поэтому в следующем году может название измениться, да, если будет проходить подобный форум. Кроме Центральной Азии может добавиться еще что-то из Африки. Иван Иванович, вот, кстати, еще вам вопрос, да. Знаю, что вы много путешествуете по Центральной Азии, да, и Большому Алтаю, и у вас в кабинете есть даже коллекция головных уборов из этих стран. Увлекательно вообще посещать такие страны, там, Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан? Ну, здесь отмечу, что эти путешествия, они не связаны с отдыхом или там с туристическим интересом. Это скорее рабочие поездки в плане научного изучения, этнографического изучения регионов Большого Алтая. Вот, а головной убор, скорее, это свидетельство прикосновения к этой традиционной культуре, как память. Вот, а то, что в эти страны... Ну, посоветовали бы вы кому-то съездить в качестве туристической? Можно и нужно. Я думаю, что каждый человек обязательно... Сами-то мечтаете, наверное, вот так вот поехать без работы, отдохнуть. Да, своими глазами каждый человек должен увидеть красоту Памир или Тяньшани. Ну, и обязательно посетить жемчужины Кыргызстана, озеро Сыкуль. Да, я там была, кстати, пару раз. Ну, и вопрос, наверное, обоим нашим спикерам. Отношения между Алтайским краем, Россией и странами Центральной Азии, они развиваются по всем направлениям. И вы сами уже сейчас об этом рассказали. Действительно, на форуме будет что обсудить. Вот если телезрители, вот посмотрят сейчас, да, нас и захотят прийти, послушать какие-то доклады и стать очевидцами каких-то актуальных дискуссий, они могут это сделать? Как это сделать вообще? Я думаю, что никаких проблем нет. Мне кажется, не всегда же пускают вузы без специальных удостоверений. Ну, не обязательно, да и наверняка не у всех будет возможность физически присутствовать, но каждая площадка форума будет транслироваться в интернет на сайте и университета, и всех вузов-партнеров этого форума. Поэтому любой желающий сможет посмотреть за этими дискуссиями в прямом эфире. Онлайн, да? А вот как-то прийти, если человек вдруг, ну вдруг такое случится, действительно он слышал, пришел, пропустят его, как будет сказать, вот вы знаете, я очень хочу, но это не всегда... Я не думаю, что высшеучебные заведения являются режимными объектами, и при желании всегда можно созвониться с организаторами. Ну и потом волонтеры встречают всегда гостей. А, волонтеры? Конечно, волонтеры встречают гостей уже на входе в университет и у нас, и в классическом университете, и всегда проводят, объяснят, где какая секция, площадка работает, поэтому я думаю, что проблем нет. Но средства связи сейчас настолько мобильны, что можно просто не выходя из дома погрузиться в атмосферу центрально-азиатского региона, послушать доклады, и есть еще и чаты, где можно написать вопросы, и, наверное, получить на них ответы. А как, на каком сайте это можно посмотреть? То есть и на вашем, и на вашем тоже, да? Программа форума, она у нас уже известна, она размещена на сайте Алтайского госуниверситета в разделе форума и вузов-партнеров. Поэтому при желании каждый слушатель может по ссылкам, которые там приведены, подключиться онлайн, ну, либо заранее связаться с модераторами секций и записаться для очного участия и прийти послушать доклады вживую. Ну, я желаю вам успехов, чтобы форум был интересным и познавательным для многих. Я напомню, что сегодня мы говорили с Иваном Назаровым, директором Института истории и международных отношений Классического университета, и Ириной Лазаренко, ректором Алтайского педагогического университета.